Утомлённое солнце Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Александр Журбин. Александр, доброе утро. Композитор. Маэстро. Маэстро, наконец-то. Это слово хоть по адресу. Спасибо, что вы приехали. Спасибо, что вы пришли. Утром, рано. Спасибо, что позвали. Да как мы не можем вас позвать, ведь Москва гремит. Новая. Уж какая по счёту, назовём, рок-опера, мюзикл. Николай Басков, Мария Максакова. А что нам ещё надо? Александр, прошу вас, что мы будем готовить, а оббеседовать мы будем в процессе. Хорошо. Значит, ну я думаю, что мой принцип вообще, когда я готовлю, я стараюсь сказать, что это были натуральные продукты. Выглядите вы роскошно. Спасибо, стараюсь. И, видимо, вы ещё и питаетесь правильно. Да, я думаю, что да, и это очень простое. Я могу, так сказать, раскрыть секрет, а, собственно, никакого секрета. Надо есть просто натуральные продукты. То есть, вот сейчас мы будем готовить просто такой овощной, ну как бы такую... Соте. Да, да, соте. Ну что-то такое. Ну просто жареные овощи. Жареные такие тушёно-печёные овощи. Да, мы берем много овощей, будем их жарить. А я, смотрите, уже сразу достаю доски, потому что это рассказывать можно. И мы начинаем уже параллельно рубить. Конечно. А мы сразу начинаем их выкладывать уже... Нет, сначала всё-таки в миску. Просто виск. Да, приготовим, да. Кстати говоря, пока, значит, сюда надо... Это мы уберём вообще. Это вообще нам не нужно. Значит, вот сюда надо... Смотрите, маэстро, когда сидится за рояль, открывает крышку, и у любой сковороды тоже открывает крышку. Так. Вот сюда надо налить, на самом деле, масло. Да? Есть такое. Оливковое желание. Есть и такое. Есть и такое. Замечательно. И разогреть его. Разогреть его, чтобы оно грелось, а в это время мы будем, так сказать, и прямо туда будем погружать. Я услышал вас, маэстро. Пожалуйста, раз, два, три, четыре. Масло разогреться через секунду, я вам клянусь. Поэтому я рекомендую вам... Ну, в общем, нам нужен большой огонь попозже. Ну, сейчас пока, пусть он умедленно греется. А, медленно греется. Да. Давайте тогда мы просто его быстро разогреем потом, и всё. Так, сколько масла хватит? Ну, я думаю, да. Мы всё-таки готовим же не на пол. Не, на пол солдат мы будем готовить, когда нас возьмут на полковую кухню. Так, значит, вы взяли кабачок. Кабачок. Цукини. Да, цукини парили. И как, мы кружочками прямо тогда будем? Да, кружочки, но потом эти кружочки будем делить на попалок. Тогда я предлагаю, если мы их будем делить на попалок, я предлагаю вам уникальный способ... Технологию. Технологию. Смотрите, мы сразу берём вот так вот, разрезаем вот это на попалок. А, это мысль, кстати. Смотрите, чем каждый потом... Я так уже иногда делаю. Да, и всё, и мы вот так вот... Хоп-хоп. Это хорошая идея. Да, и всё вот это. Расскажите, пожалуйста, как часто вы, человек, чьи пальцы привыкли извлекать звуки, а не кости из мяса и из рыбы, как часто вы придаётесь кулинарным забавам? Ну, не так уж часто. Честно говоря, у меня на это нет особенного времени, но я люблю иногда так побаловать свою семью, там, чем-нибудь вкусненьким. Вот. Но на самом деле я всё-таки считаю, что, ну, вообще говоря, готовить должен кто-то другой, да? Ну, другой, например, у нас есть помощница. Кстати, а можно задать вопрос? Прошу вас. У вас на стене висит здесь три портрета, я сразу заметил. Значит, одного я сразу узнал, это Бетховен. Бетховен. Второго я тоже узнал, Андрей Макалевич. Третьего пока не узнал. Ну, тут два варианта. Это их ребёнок, хочется сказать. Ну, нет, это не так. Думаю, что это Исаак Ньютон. Ага, понятно. Вот. Возникает вопрос, почему он здесь. Вот именно, да. Вы знаете, но у Исаака возник бы вопрос, почему здесь Макаревич. Поэтому здесь такая сложность. Нет, но я для себя понял так, что путь от Бетховена к Макаревичу, развитие музыки, лежит через метро. Нет, путь от Бетховена к Макаревичу нельзя пройти в обратном направлении. Тоже не так. Снаменитая фраза. Но на самом деле, если уж на то пошло, что у вас висит здесь композитор, я бы повешил Джоакина Рассини. А почему Рассини? Он был великий кулинар. Вот. Вы знаете, вы даже не представляете, что Рассини бросил писать музыку лет в 40, а дожил до 65. И все жрал. Я занимался только кулинарией. Жрал и готовил. Кулинарией. Писал кулинарные книги. Рассини, запомните, россияне, Рассини. Найдите портрет Рассини, и вы не пожалеете. Знаете, мы бы, да у нас, мы часто Рассини и хотели бы повесить. Да, но не нашли портрет. Кого мы только здесь не вешали, я скажу вам слова Аль-Авышинского. Дело в том, что приходит кто-то ночью и перевешивает портрет Макаревича на основном. А что еще? Так, значит, смотрите, кабачки, цукини, что еще? Еще что? Баклажаны? Баклажаны. Значит, баклажан одного хватит, я думаю, 100%. Так, а что? Я думаю, что даже мы и вот это можем не все... Давайте-ка, вот так вот. Раз. Да. Давайте сделаем вот так. Я думаю, что вот это уже хватит. Да, да, правильно. Мне кажется, что вот такие дыры. Так, баклажанчик тоже таким же способом? Да, 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 тоже так напополам и такими штучками. Так, а что нам еще понадобится туда? Я думаю, что перец, конечно, красный, да? Мы его тоже такими кусочками подрежем. Я думаю, огурцы тоже не помешают, а помидоры... Огурцы туда даже? Огурцы я бы... Нет, не стоит. Огурцы термально, термально огурцы готовят. Они не выдерживают. Они их готовят только в Азии. Правильно. А вы как человек, который сколько вы прожили в Нью-Йорке? Я до сих пор там живу. Я просто, почему я вспомню Нью-Йорк, потому что именно в Нью-Йорке, если мне не изменяет мой мозг, находится огромное количество азиатских ресторанов. И вот там, конечно, можно укидать, встретить какой-нибудь вареный огурец. Да, да, да. Ну, кстати говоря, очень многие россияне не понимают и считают, вообще говоря, что вообще в Америке и в Нью-Йорке вообще ничего в еде не понимают, что они там все... Нет, нет, в Америке, в Америке я соглашусь. Я в Америке был и знаю о том, что там действительно не очень хорошо. Но Нью-Йорк... Ну, правильно, Ваня говорит. Нью-Йорк. Я поясню все-таки нашему. Я вы знаете, как называется? Нью-Йорк Нью-Йоркович, я его поучу. Это правильно, да. Он вообще так и называется, Нью-Йорк Нью-Йорк. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Так вот, это город, это самый ресторанный город в мире. Там, ну, по скромным оценкам, находится около 30 тысяч ресторанов. 30 тысяч ресторанов. Это ж сколько можно свадеб провести. Почему-то я подумал об этом. Так вот, значит, и самые лучшие рестораны, по общему признанию так и мировых критиков, находятся именно в Нью-Йорке. Конечно. Не в Париже, не в Лондоне. При том, что Париж высокая кухня. Да, да, да. Ну, все это. Ну, как-то, да. Нью-Йоркские рестораны. И я очень люблю посещать там рестораны. Расскажите, знаете что? Вы же родились не в Нью-Йорке. Нет. Я родился в городе Ташкенте. Вот. Я родился в Айзе. Как его называют, среднеазиатский Нью-Йорк. Да. Который, кстати, связан с Нью-Йорком, если я не ошибаюсь, тем, что когда-то мне в детстве рассказывали, что Нью-Йорк находится на одной широте с Ташкентом. Смотрите, как удивительно. Как удивительно. Смотрите, я даже никогда об этом не думал. Но да, в Нью-Йорке, во всяком случае, на одной широте с Одессы и Сочи. Ну, практически. Ну, может быть, да. Соответственно, вы в 90-м году... Да? Я пока буду резать лук. А давай, я тогда, с вашего позволения, я просто ненужное уберу. Да, да, да. Так. А лук также мы такими крупными полукольцами нарезаем. Так вот, и вы поехали, и вы поехали в Нью-Йорк. И вам же, наверное, там было непросто. Потому что вы-то уезжали отсюда с состоявшимся человеком. Орфей Ивредико уже к тому моменту написано. Игралось. Уже игралось. Игралось. Более сколько там же пластинки. Я помню, я маленький приходил в магазин «Мелодия» на Невском проспекте. Да. И там был Орфей Ивредик, Альберто Садули. Да, да, да. И это все. Ваш батюшка, в общем, поклонник этой оперы. Мой батюшка – поклонник оперы. И когда часто, когда он приходил с утра домой, мать спрашивала, где ты? Он говорит, я был в опере. Вот. А на самом деле он ходил на урок оперы. На самом деле, я думал, он был на балете. Понятно. Так. Вот. Соответственно, то есть вы уезжали человеком, ну, как минимум человеком состоявшимся. Безусловно. И все. Расскажите, вот вы приехали, что в Нью-Йорке, как вы налаживали свой быт? Особенно гастрономический. Вот вы приехали, и вдруг вы узнали, что колбаса, может быть, не трех видов, а… Двести. А двести. Да, бывает, да. Это правда. Двести. Да. Это правда. Я просто не понимаю. Вот как? Вот что? Вот я… Ну, действительно, на самом деле, в то время, если… Ну, Ваня-то молодой, он не помнит, я-то помню. В то время, значит… Как молодой. Двадцать четыре все-таки, знаете, пожалуйста. Да. Так вот, все-таки, девяностый год был действительно таким очень тяжелым годом, что в России ничего не было в магазинах. Вообще ничего. И когда… Талоны были. Да, талоны. И когда ты приезжаешь в, ну, скажем, в Америку, да, и попадаешь там в какой-то огромный… Запах был другой. Невероятно. Это, конечно, было страшный шок для людей, приезжающих из Советского Союза. Ну, мы быстро к этому привыкали. Вообще, к хорошему привыкаешь быстро. Надо сказать честно. Да. Ну, вообще, мы уже практически… Скажите, а что, так, помидоры мы добавляем туда? Помидоры попозже. Попозже. Мне кажется, они, да, они… Да, они нам не нужны сейчас. Значит, вот смотрите, мы это все перемешали. Да. Мы это все перемешали. Можно же, знаете, вот с этой смесью, можно делать все, что… Можно ее, например, полить немножко оливковым маслом, посолить, выложить на противень, запекать. Мы ее будем зажаривать в такой большой сковороде. Мы будем зажаривать, да. Для этого мы делаем такую вещь. Мы включаем, прям разогреваем, раскаливаем. Да, да, да. Сейчас нужно делать большое… Раскаливаем. О, что вы, это я могу вам пообещать. Друзья, на секунду отставлю сейчас сковородку. Александр Журбин у нас в гостях. У нас короткая рекламная пауза, на которую мы уйдем. И вы узнаете, что «нисуаз» в переводе с армянского означает «туда лучше не ходить». Виталий, Виталий, прошу тебя, не пей. Из песни Ирины Понаровской «Мольба». Композитор этой песни у нас в гостях. Александр Журбин сегодня. Александр. Там, на самом деле, на самом деле слова этой песни были «Зови меня, любовь», «Зови меня, любовь». А шутка была такая, что Ирина Понаровская пела так, «Зови меня, любовь». Так, значит, мы раскаливаем сковородку. Сейчас начинаем это быстро обжаривать. А чесночку, кстати, не надо? Не надо. Нет, я думаю, да. Чеснок у нас будет с креветками. Так, с креветками. Креветочки, ну, с креветками все быстро. Креветки мы будем на гриле, наверное. Да, да, да. Ой, я вам хочу рассказать историю. Расскажи. Про Нью-Йорк. Про креветки. Я, именно, про креветки и про Нью-Йорк. А у меня все истории, либо про креветки и про Нью-Йорк. Смотрите, мы приезжаем с Владимиром Познером снимать программу, которая называется «Одноэтажная Америка в Нью-Йорк». Слышал. И там, конечно, есть вот эти, то, что называется «Дели». «Дели» – это когда ты заходишь, и есть все, что есть на свете из еды. Вот там, это такая недорогая, быстрая. Обычно они находятся на углу улицы. Да, 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 это такие шведские столы. Там все, все, все. Причем выглядит все фантастически. На вкус не всегда. И я смотрю, лежат… Торгуем всегда озеро. Да, продается все, и там навес. И я смотрю, креветки вот такие. Они прямо бросятся. Они говорят, возьми меня. Ну, такие огромные красавцы. Или красавицы. И я, конечно, думаю, ну, я имею право. Что я буду картошкой-то нагружать себе под нос, когда я могу креветосами, как говорится, сколько хочу. И я взял так и взял… Сколько лет там пять долларов стоит паунд? Да, 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 фунт. Фунт. И я взял креветок, потом еще взял. И ем их уже вот третью порцию. Я ем, и думаю, странный вкус очень креветок. Но он странный. И потом мне объяснили уже через какое-то время, что это уникальная вещь. Это рыбий фарш, который… Вот как крабовый палочек. Там же только краба немного. Крабовые палочки делаются уже из рыбы. Это вот такое же приблизительно наполнение. Но по форме они делаются и по цвету. Внешне абсолютная креветка. В общем, я… Как было с животом, как было, да? В этот момент рыбий фарш уже, если я, например, должен использовать хоть арию, арию и еврейики, он был бы виден уже. Простите. Ничего, все кончилось благополучно. Аккуратно. Опа. Оп. Так, теперь я буду это мешать. Так, мешать. В смысле, на большом огне. Так, я надеюсь, вам не буду мешать, а буду мешать. А чёрт. Да, а сейчас у нас, сейчас это всё у нас… Прошу вас, на сёночку. И мы просто… А вот так вот, если… Это уже, да, в китайских ресторанах это делали. Вот так вот, да, вот сейчас. Сейчас всё это нагреется. Да. Всё, давайте, да, Дима, возможно… Помешивать всё равно надо. Всё, помешивать мы будем. Сейчас, просто чуть-чуть, чтобы это побольше… Хорошо. Так, убираем. Так вот, это история про то, как я хочу вас спросить, что на вас произвело самое большое впечатление, когда вы приехали в Нью-Йорк, вот из еды? Что? Вот вы приезжаете. Вы приехали же с семьёй. Да, да. У вашего, между прочим, сын, который сейчас живёт в Нью-Йорке. Да, он талантливый композитор. Композитор, талантливый композитор, написал музыку тоже. Пошёл по стопам, по отцам. Сколько фильмов уже? Фильмов 20, да? Фильмов 20, и среди режиссёров есть Фрэнсис Форд Коппол. Так, товарищи, я прошу вас… Спасибо. Да. Прошу вас. Да. Значит, соответственно, что вот, что произвело впечатление? Произвело впечатление, ну, пожалуй, что вот именно морские продукты, которые тогда в России, в общем-то… Вот, они в России, в общем-то, ну, не то чтобы отсутствовали, но были в очень малом количестве, да. Море. Да. Продукты не доезжали как-то. Не доезжали как-то, куда-то отправлялись в другую сторону. И вот, значит, в Нью-Йорке меня потрясло то, что люди совершенно как обычную еду ели лобстер. Или лабстер, если говорить. Ой, лабстер. А вы, кстати, вот, Ваня, вы знаете, почему всегда в ресторане, ну, в меню написано «мейн лобстер»? «Мейн лобстер». Знаете, очень… «Мейн» – это… Давайте мы скажем, что такое «мейн» же, ну, как бы, если дословно переводить, «мейн» – это, значит, основной. Главный. Главный. Главный лобстер. И многие русские люди так и считают, что это главный лобстер. Давайте, на самом деле, совершенно другой слов. Слово «мейн» – это штат «мейн», которое пишется… Именно. И в штате «мейн» водится лучший в мире лобстер. Лучший, да, это правда. Когда написано «мейн лобстер», значит, из штата «мейн». Так вот, меня потрясло, что куда бы я ни приходил в гости или там где-то на какое-то время, обязательно был лобстер. И я так привык есть этот лобстер, что, ну, просто это вот буквально там, ну, каждые, там, несколько дней приходилось есть лобстер. И для российского человека, для советского человека, скажем прямо, это было абсолютно невероятно. Потому что, ну, и, кстати говоря, выяснилось, что лобстер очень просто готовить. Его просто варишь в воду и всё. Пока он не покраснеет. Всё, там никаких проблем. Смотрите, Александр, я пока готовлю туда. Значит, нам помидоры же понадобятся туда потом? Да, помидоры чуть позже. Чуть позже. Зелёный лук, укроп, базилик, тархун. Ну, это мы закладываем уже ближе к концу, я думаю, что, да, наверное, всё-таки вот такие вот вещи. Да, 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 это всё уже… Но я, тем не менее, это уже хотел всё подготовить. Так вот, могу рассказать одно из невероятных моих впечатлений буквально в последнее время, но это было не в Америке, правда, а в Хорватии, в Дубровнике. В Дубровнике. Меня впервые в жизни повезли, и я ел устрицы, прямо вот достанные из… Вот они при мне доставали. На ферме устрицы? Да, на ферме устрицы, да. Вынимали эти устрицы, и прямо мы их ели, ну, буквально, которые вот только-только, ну, они родились, можно сказать, эти устрицы, да? И эти устрицы… Они предназначены. Они предназначены. Они счастливы. Многие устрицы даже успевали сказать, ой, господи, это же журбин, и сразу их съедал. Их сразу съедал композитор. Дело в том, что я честно осознаю, что от жадности я, наверное, съел там, ну, их штук сорок. А вы знаете, что можно очень сильно… Да, ну, когда они… Ну, они свежайшие, свежайшие, прямо оттуда. Ой, а вы знаете, а устрицы, это же очень полезно еще. Когда я прикидывал, сколько это бы стоило в дорогом ресторане, ну, вы знаете, прикидывайте. Что вы съели еще 20. Ну, естественно. Не, ну, просто действительно, сама мысль о том, что обычно там, ну, скажем, полдюжины устриц стоит там, ну, не знаю, может стоить 20 долларов, да? Да, может и дороже. Если я съел 40 сок. Представляете, на какую сумму? На какую сумму? Это было скаф. Что делает судьми? Просто здравый смысл, да? Так, я, Александр, я, с вашего позволения, подготавливаю пока плацдарм под символом. Это помидорки я уже порезал. Да, значит, сейчас то, что нам не нужно, я уберу вот сюда. Это будет очень вкусно, но назовем это овощное рагу. Да, конечно, это будет прекрасное, вкусное, легкое блюдо. Я сейчас вот мелко порежу еще всю зелень, чтобы мы потом это добавили. Такой был у нас букет прям зелени. Потом еще будем это солить, перчить. Обязательно. Добавим помидоры, они дадут немножко соку. Да, это будет очень вкусно. Расскажите два слова вот о том, во-первых, конечно, у вас очень интересный актерский состав. Вот в последнем. Вы написали, я прочитал, вас же называют российским Бернстайном. Вы написали... Вы объясняли, что Бернстайн это не доктор-донтист. Да, Бернстайн, друзья. Да, Бернштейн. Да, Бернштейн. Значит, ну что, Бернстайн это человек, который написал из самых известных мюзиклов, наверное, прежде всего, мюзикл, как это называется, «Вэтсайдская история». Вот, и вообще, жанр мюзикла, в принципе, благодаря в том числе, и даже не в том числе, а во-первых, Александр Журдинов стал необычайно популярен. Это правда. Он стал... И смотрите, вот помните, был период, когда вот только-только стали появляться, там, Нотр-Дам-де-Пари, метро мюзикл появился. Потом сказали, нет, 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 русские этого не будут. А смотрите, сейчас. Да. Входим. Да. А значит, битком. Битком. А значит, это дело живет. Я счастлив. Потому что, например, в Лондоне, вы же знаете прекрасно, в Лондоне, в Нью-Йорке колоссальное количество мюзиков. 30-40 одновременно. Да. Париже так себе. Но у нас хотя бы штук 6-7 могут идти. Могли бы. Могли бы идти. Я думаю, что мы дойдем. Рассказывайте. Ну, я написал это уже достаточно давно, но так получилось, что я ждал Колю Баскова, который был бесконечно занят на своих съемках и во всяких других делах, и наконец-то у него нашлось время, да, и он смог, он смог. Друзья, я вам хочу сказать одно, зная, как Николай Басков занят, сколько у него всевозможных дел, сколько у него всевозможных занятостей, то, что он нашел время в своем графике для того, чтобы спеть Журбина, это, я могу сказать, говорит о невероятно высоком классе композитов. Ну, это на самом деле, я не хвалю себя. Потому что нет таких денег, чтобы Кольку в театр затащить. Это правда. Нет таких деньжищ. Но он, мне очень радует... Вот так, кстати, Николай Басков, вот он приходит в театр. Это же совершенно другое, это же вам не концерт песня года. Здесь же Киркорова-то, понимаете, не было? Да, нет. Здесь же Марьева Максакова, здесь же она... Как он себя ведет? Я должен сказать, что поразительно, что Коля вел себя необычайно скромно, был очень точным, пунктуальным, профессиональным, не опаздывал ни на одну репетицию, приходил подготовленный лучше, чем все остальные артисты. Ребят, давайте первый раз в жизни в нашей программе поаплодируем Николая Баскова. Не, ну правда. Так, Александр, отдайте чуть-чуть им, не мешайте, дайте чуть-чуть, они чуть-чуть пригорят, подсхватят. Это правильно. Мы сейчас даем помидорки через какое-то время. Да. И в принципе, я говорю, пора заниматься креветками. Я сейчас их достану, с вашего позволения. А вот и они, вот они, девчонки. А вот и они, там есть такая фраза у меня в опере, да. Я, ну слушайте, зная, что у вас такое количество, такое количество оперы, у вас любая фраза должна быть в ваших оперы, понимаете? Практически, про креветки, про шин. Да, и Лидер ключ от зажигания. И все, это уже есть, это уже вина сразу, конечно. Любая фраза, которую вы произносите, может оказаться в мюзикле. Так, значит, мой план такой. Креветки мы должны приготовить, прежде чем туда кладем. Значит, приготовить очень просто. Значит, в принципе, ну лучше взять еще одну миску, да, и туда надо порезать чеснок, ну вот взять там пару зубчиков. Да, давайте даем сейчас там, так, пару зубчиков чеснока. Пару зубчиков чеснока. Так. И, конечно, положить туда креветки, чтобы они там томились, да, и лимон. Лимон – это важнейшая часть приготовления креветок. Вот это придает вместе невероятное такое... А вот скажите мне, мой дорогой, а вы настаиваете, что лимон должен быть до или после? Ну, на самом деле, можно и до, и после, но я предпочитаю до. До, отлично. Да, потому что он как бы, вот этот сок лимона сливается с креветочным соком, и получается... Если они еще, если там долго пролежат, так они, я вам хочу сказать, слушайте, а мне почему-то кажется, что мы имеем полное право одну чесночинку и в овощи кинуть. А овощи это будет вкус, да, придаст небольшой. Вкусно. Вкусно будет. Я, вот что-то мне подсказывает, будет вкусно. Вот внутренний голос говорит, Ваня! Давай. Ой, смотри, Ваня, давай. Ваня, давай, не промокни сейчас. Так, расскажите, пожалуйста, что вы, вот ваши, вот как ваши, как зрители, вы же ходите на мюзиклы, на посещающие, смотрите, как работают, как пытаются вяло подражать вам коллеги. Ну, например, вот какие обязательно нужно посмотреть, или послушать, или на видео посмотреть мюзиклы, чтобы после этого можно точно сказать, мне это нравится, или мне это не нравится. Ну, это будет слишком, наверное, долго, если я начну все рассказать. Но я скажу прежде всего следующее, что в России традиционно считается, что, значит, драматический театр действительно это вот супер, там система Станиславского, у нас великие режиссеры, великие артисты, психологическая школа и так далее. А мюзиклы у нас, вообще говоря, не нужно ставить, вот у нас есть оперетка, этого достаточно. Да, 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 на которой, кстати, мало кто ходит на эту оперетку. Ну, куда-то ходит, куда-то не ходит. Ну, а это жанр, который, мне кажется, сейчас не лучшие времена. Ну, во всяком случае, уже новых оперет уже нет лет семьдесят. А в театре опереты вовсю идут мюзиклы. Да, на самом деле, это неправильная пацановка, потому что мюзикл, на самом деле, это достаточно серьезное искусство, в котором, ну, вот вы назвали висайскую историю Бернстайна, да, это действительно, это, собственно говоря, Ромео и Джульетта ведь шекспертская, да, но, конечно, преобразованы. И есть мюзикл на тему Дон Кихот. И, короче говоря, я все-таки считаю, что в России, наконец, привыкнут к тому, что мюзикл – это серьезная вещь, на которую можно прийти. Я хотел обратить ваше внимание, мы закладываем помидоры, и это прекрасно, и это правильно. Так, 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 закладываем помидорчики. Сейчас. Я бы больше вам скажу, я додалить чесночку. Да, чесночку я тоже думаю. А вот креветочки, для креветочек я чесночок порезал вот сюда. Так, 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 сюда креветки. Креветочки, да. И сюда же выжимаем ремочек, да? Да, 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 давайте я их. Давайте, прошу вас. Осуществлю, прошу вас. Вот так вот. Вот, креветки должны быть жидкими. Ну, давайте, ну, скажите хотя бы там, ну, я не знаю, ну, вот ваши любимые три мюзикла, которые написали не вы, сейчас будет тяжело. Ну, например, вот, ну, действительно, я вот могу составить, но я немного смотрю. Ну, интересно, ну. Ну, вот мои, ну, я бы сказал так. Вот из мюзиклов, которые, которые я видел, которые мне нравятся, я бы назвал «Призрак оперы». Вы знаете, что «Фантом Джоопера» является самым долгоиграющим мюзиком за всю историю мюзика. Он идет с 86-го года каждый день. Каждый день до, сейчас у нас 2012 год, он идет до сих пор каждый день на Бродвей и битком на битый зал. Пока, господин Журбин, у нас, ну, по-моему, у нас тут все уже замешано, креветочки чуть-чуть лежат в лимонном соке и в чесноке. Я, я включаю на температуру 200 градусов. Вань, я эту штуку не очень знаю, хорошо. А я вам сейчас все покажу. А вот вы мне объясните, а если вот нам немножко масла сюда, или это будет неумешно? Не, не, не нужно. А не нужно, а не нужно, потому что ничего не пригорит, а креветки ц-ц-ц. Я вообще знаю, что такое гре, но у меня не такое греет. Сейчас я все вам расскажу. Друзья, короткая рекламная пауза, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что просо в переводе со словацкого означает «Люба, умоляю тебя». Все. Не воскрешай, не воскрешай, меня забывшие на пасти. Дай отдохнуть тревогам страсти. Арбатское не открывай. Денис Давыдов. Дорогие друзья, с МАКОПЕРНОКОНАЛЕ у нас в гостях сегодня Александр Журбин. У нас сейчас разогревается грей. Это романс, который до сих пор поется «Не пробуждай, не пробуждай». Ваня сделал свое обработание. У нас есть, действительно, у нас есть возможность, как говорится, быть несколько вольно, относиться к этому ко всему. У нас перец и соль. Это мы туда сейчас все это будем, это мы сейчас все сделаем. И клеветки тоже, кстати говоря, их можно чуть-чуть здесь. А вы знаете, с лимоном, ну можно, да, перчика, перчика, это перчик. Это перчик. Перчик. Ну что же, маэстро, выкладываем. Да. Да. Выкладываем их. Да, мы выкладываем вот так вот, все быстренько, быстренько, а потом мы еще говорим. Чем хороши креветки вот для приготовления? Они готовятся очень быстро. И если они правильно сделаны, они очень вкусные. Да. Единственная проблема заключается в следующем, чтобы креветку не пережарить. Как только вы креветку пережарите, она становится резиновой. Вот, все. А водичку, не-не-не, зачем, у нас все готово. Единственное, что я, вот это для того, чтобы креветку положить. И теперь надо быстренько переваривать. Мы сейчас их будем при помощи вилочки, эти креветки на этом гриле. Сейчас, подождите, я думаю, что еще. Ну вот так. Ну можно вот так вот уже какие-то. Цвет уже правильный. Цвет правильный. И там, где они покраснели, ее можно перевернуть. Посмотрите, без всякого, без масла, лимонный сок. Все чудесно. Раз. А давайте воспользуемся вот такой штукой. Смотрите, да? Это же Борг. Вот и все. Вот и все. Раз, два, три, четыре, пять. Как видите? Раз. Нет, как? Нет, нет. Раз, два. К себе. Раз, два, три, четыре. Нет. Раз, два, три, четыре. Молодец. Раз, два, это четыре четверти. Четыре. Раз, два, три. Это вальс. И раз, два, это две четверти. От, шлими. Браво. Ну что же, я думаю, что... Давайте мы прям возьмем. Не, я уже чувствую. Пережимаю. Ну, конечно, все. Берите, пробуйте. Все, снимаем. Абалги. Абалги. Давайте сделаем по-французски. По-французски это чуть-чуть укропчика. Да. И чуть-чуть, чуть-чуть сливочного. Чуть прямо. Это правильно. Чуть-чуть. Все, все, все. Все прямо так вот. Да, да, да. Не, ну маленькое добавление сливочного. Кстати говоря, все эти вот продукты, так называемые ракообразные. Они все... Это и раки, и лобстеры, и... Да, но вы знаете, что лучший соус, конечно, это вы знаете, поскольку вы в Нью-Йорке живете, что лучший соус для креветок, это, конечно, и для всех этих... Писали Вайль и Геннис об этом еще, знаменитые кулинары. Да, да, да. Они знали в этом толк. Это топленое, растопленное сливочное масло. Именно это, да. Ой, это очень вкусно. Всегда, когда вам подают там лобстеров или крабов или что-то такое, дают на отдельную такую чашечку, и там растопленное сливочное масло. И ты туда макаешь, и... Мой дорогой, что у нас происходит здесь? Практически все. А здесь у нас происходит все готово. Тогда я предлагаю сделать самое красивое, что может быть, вот так, чтобы было много. Да, много зелени. Все мы мешаем. И это сейчас будет готово через полторы секунды. Тогда я предлагаю накрывать на стол. Значит, мы берем просто баклажаны, кабачки, цукини, репчатый лук. Достаточно крупно режем. И отправляем все это жариться и тушиться в собственном соку. Да, ну масло, конечно, надо налить. Немножко маслица. После этого добавлю помидоры. Да, перчик, перчик. Немножко чесноку, потом добавляем много разной зелени. Тарпун, зеленый лук. Все это перемешиваем. Все это перемешиваем. Соль, перец, ребята, ну это счастье. Ну посмотрите. Оп. Пожалуйста. Оп. Это так аппетитно выглядит. Я не знаю. Это аппетитно выглядит. И должно быть, прошу вас, давайте. Почувствуют ли это телезрители, но здесь это выглядит очень аппетитно. А запах? Запах, запах. А это все здоровье. Все здоровье здесь, витамины. Хотите хорошо выглядеть, как Александр Журвин? Да. Вот, пожалуйста, питайтесь правильно. Девяносто четыре года, вот так? Вот, пожалуйста, человеку, сто шесть лет. Посмотрите, а какая форма? Какой слог? Как все хорошо? Дорогой вы мой. Да. Я предлагаю попробовать. Да. Пора. Пора попробовать. Тарам, тарам. Ну, овощи, конечно, это... И берем креветочку, дурочку, и... Ой! И она прямо как будто у меня во рту всю жизнь жила. Нет, какая. Со слишком маслицем. Александр, маэстер. Не могу оторваться. Вы не волнуйтесь, я вас оторву. Я вас оторву для единственного, единственного действия. Дорогой Александр, мы сейчас будем дарить вам дары. О! За ваше искусство, за ваши мюзиклы, за вашу судьбу. От нашего спонсора. Корзина цейлонского ароматного чая Акбар. Чай Акбар. Неистекаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это вам. Наш спонсор, компания Гиппел, дарит набор высококачественной посуды, которая может быть использована и в любительском, и в профессиональном. Вдруг захотите открыть ресторан? Ну да. И, наконец, от нашего спонсора, компании Борг, вам вручается кофеварка Борг. Это творчество, которое можно наслаждаться каждый день. Можете творить. Обалдеть. Обалдеть. У нас в гостях сегодня был замечательный композитор Александр Жубин, которому поздравляем с премьерой. Спасибо вам огромное. Вы приходите еще. Я на секунду. Я вас покину, мы продолжим завтракать. У нас, друзья, на сегодня все. Сейчас пауза. До следующего нашего с вами свидания. Когда вернемся в следующий раз, я вам расскажу очень интересную историю, что, оказывается, картина Рафаэля, портрет молодого человека, первоначально называлась «Витька женился и завязал». Спасибо.